Всех приветствую на своем канале, сегодня снова Дэди КС-680 и как я обещал мы узнаем стоит ли ожидать, что температура из трех предложенных вариантов действительно меняется. Наглядно посмотрим как работает контроллер с поддержкой температуры термоблока при проливе и простое, а также протестируем ее на китайском латунном рожке от Zellmar и простой корзиной от старой серии Bar. Начнем с того, что я собрал небольшую конструкцию из старого мультиметра с термопарой для замера температуры, мультиметра для отображения напряжения на ТЭНе и дополнительно в параллель подключил контрольку, чтобы визуально видеть моменты включения ТЭНа. Конечно самое слабое тут это мультиметр для замера температуры, потому что он медленный и излишне точным его тоже не назовешь, поскольку что он, что термопара имеют свои погрешности, но нам главное примерно определить как меняется температура при выборе из трех предложенных вариантов. Сначала сделаем замер температуры, которая заложена на первую кнопку и для этого переходим в меню управления параметром и выбираем первой кнопкой пункт выбора температуры и после также нажимаем кнопку приготовления, чтобы выбрать первый предложенный температурный режим, после чего аппарат сам его запомнит. Самое интересное это выяснить какую температуру контроллер будет пытаться удерживать при проливе, поэтому я делаю пролив, чтобы немного сбросить температуру и при этом посмотреть как контроллер будет справляться с поддержкой температуры. Как видим по контрольке, контроллер сразу же включил нагрев небольшими импульсами. Промежутки между импульсами не одинаковые и меняются, что говорит о том, что это не просто заложенный режим с постоянными импульсами, как у многих других аппаратов. По температуре можно сказать, что при проливе поддерживается температура на уровне 93-95 градусов. Во время простоя температура может немного подниматься в пиках до 97 градусов, что можно списать на наличие термоинерционности металла, из которого сделан этот термоблок. А проще говоря, до момента, когда датчик температуры заметит, что поверхность термоблока уже нагрета до нужной температуры, ТЭН продолжает греть. И в момент, когда он отключится контроллером, температура на поверхности термоблока будет уже больше. Теперь выберем средний температурный режим в меню настройки и сделаем такой же пролив. Пролив делается в расчете на одну порцию объемом до 40 миллилитров. Также уточню, что пролив идет в холостую, даже без сита, которое бы могло создать некое замедление потока. Это для того, чтобы увидеть максимальную просадку на термоблоке и как контроллер удерживает температуру. Во время пролива видно, как включается термоблок и в начале пролива температура находится на уровне 97 градусов, но далее начинается просадка и под конец пролива она падает до уровня 89-90 градусов. Все это время контроллер пытается удержать температуру, не просто сокращая промежутки между импульсами, но и увеличивая сами импульсы, а под конец и вовсе идет постоянный нагрев. Как только пролив прекращается, то и нагрев из постоянного переходит в импульсный и мы видим, как температура термоблока возрастает и аккуратно возвращается к уровню 97-98 градусов и может немножко колебаться. На самом деле температура при простое не так важна, ибо она не падает ниже 90 градусов и к началу пролива может быть поднята до заложенного значения довольно быстро. Немного может смутить момент того, что при проливе в конце температура упала до 89-90 градусов, но это пролив даже без ситой и кофе, и если делать пролив с кофе, то скорость потока будет меньше и просадка будет не такой большой. Но даже и 89-90 градусов это очень неплохой результат, потому что для бойлерных аппаратов, например на нержавейке, температура может опускаться даже с заложенным кофе до 75-80. И это только на самом бойлере. Поэтому дедика в этом плане куда более стабильнее по температуре нагревателя. Следующим этапом будет выбор последнего из предложенных температурных режимов. Далее делаем холостой пролив в одну порцию и наблюдаем, что на старте температура колебается в пределах 97-99 градусов, а потом постепенно снижается до 90-92 градусов. И контроллер в конце также пытается постоянным включением нагрева компенсировать падение температуры. То есть мы видим то же самое, что и на предыдущем варианте температуры. Может быть в конце пролива температура снизилась не до 89-90, а до 90-92, но это не слишком большая разница. После пролива в простое термоблок нагревается в пиках до 100-102 градусов. Вероятно эти значения заложены в контроллер в последний температурный режим и именно с этих значений идет начало пролива. Что можно сказать в итоге по работе контроллера? Есть как положительные моменты, так и то, что не совсем понравилось. Среди того, что понравилось, это то, что контроль температуры производится не по заложенным режимам работы помпы и тэна, независимо от того, как меняется там температура на самом термоблоке, а в контроллере прописан определенный алгоритм, который определяет динамику падения температуры термоблока и подбирает частоту и длину импульсов, как для аккуратного поддержания температуры, так и для выхода на рабочую температуру. К примеру, по такому принципу работают пит-контроллеры в тех же просъемерках. Также возможно тут заложены некие превентивные методы удерживания температуры и сделаны поправки на погрешности датчика, но это не точно. Также аппарат, даже не показывая на основной индикации, что он греется, все-таки периодическими импульсами поддерживает температуру термоблока в режиме готовности и можно не ждать, когда он разогреется или донагреется, как в бойлерных аппаратах. Здесь контроллер до момента автоотключения будет поддерживать выбранную температуру и это очень удобно. Возможно это и есть как раз та превентивность. Еще один приятный момент, о котором я не сказал в первом видео, это то, что управление ТЭНом термоблока производится не с помощью механического реле, а с применением семистера. Это является более продвинутым и как принято считать надежным техническим решением, так как у семистера нет механических контактов, которые могут прогорать. Нет ограничения в количестве переключений и прочих износов в механике. К тому же на плате на самом семистере стоит радиатор для отвода тепла, что положительно сказывается на его сроке службы. Ну а по поводу того, что не понравилось. Самое главное это все же заметные просадки, которые имеются даже несмотря на то, что мы повышаем стартовую температуру, с которой начинается пролив. И под конец пролива мы получаем примерно все те же одинаковые значения. И это только на одинарной порции, но с поправкой на то, что пролив был все-таки холостой. Вероятнее всего с заложенным в сито кофе поток бы снизился и в таком случае контроллеру бы удавалось минимизировать просадку. Увы, я из-за нехватки времени не сделал замер с заложенным кофе, чтобы проверить это допущение. Но даже такая температура на термоблоке под конец холостого пролива это может быть больше, чем на бойлере при проливе с кофе. Поэтому особо расстраиваться из-за того, что температура падает и вероятно, что эти температурные режимы не дадут какой-то заметной разницы во вкусе готового эспрессо, не стоит. В остальном, как для домашнего рожкового аппарата, меня все в полностью устроило. Теперь проведем тест на приготовление эспрессо не родным рожком, а аналогом от Зелмера, Супремо. Рожок этот имеет чуть меньшую чашу и изготовлена она из латуни. В чаше все же есть пластиковая вставка, призванная отделить кофейный экстракт от латуни, чтобы та не отбирала температуру. Тогда вопрос, зачем тут латунь, если от нее все равно толку нету, остается открытым. Но тот момент, что анникелированная латуни это не порошковый силумин, который от контакта с водой чернеет, покрывается наростом и может издавать неприятный запах, все-таки радует. И многие хотели бы иметь именно латунный рожок вместо своего родного. Я же решил показать, как я делал на Дедике эспрессо, используя простую корзину от древней еще серии БАР. У этой корзины еще нету выштамповки под пазы для новых рожков, и поэтому она тут без проблем встает. Также я перепробовал разные погромовки закладки и самый лучший результат у меня получался на 14 граммах. Это может быть даже больше, чем на то рассчитана эта корзина. Но тут также стоит понимать, что чем больше заложить и затемпировать, то есть шанс, что вода пойдет поверх рожка сквозь уплотнитель. Особенно с такой корзиной, где кромка без выштамповки, как на родных. В группу рожок становится как родной и даже смотрится красивее. При проливе, конечно, получается пара просачиваний поверх рожка. Но это нормально. Как видим, результат на вид очень даже неплохой. Пенка получилась натуральная, такой, как должна быть, плотной. Ее количество достаточно, как для чистой арабики. По цвету тоже все хорошо. Если говорить о вкусе, то это, конечно, субъективно, но я пью этот кофе уже давно и знаю, каким он должен быть. Поэтому тут все достаточно хорошо. Конечно, это не уровень просюмерки, но ягодная кислинка присутствует. Насыщенность тоже неплохая. По температуре горячей, но не обжигающей. А вот чего не хватает, это, наверное, полнотелости и более глубокого шоколадного аромата. Возможно, если поиграться с прогревами, с подбором температуры, можно получить что-то более интересное. Ну и также стоит найти корзину, в которую можно заложить 16-17 грамм. И на выходе можно будет уже получить чуть более насыщенный вкус. Если подвести финальный итог, то Dedica приятно порадовала своей электронной начинкой и алгоритмом работы ее температурного контроллера. Думаю, что за счет этого ее ценник вполне можно считать оправданным. Особенно в сравнении с другими аппаратами, которые кроме красивого внешнего вида, ничего толкового по начинке предоставить не могут. Думаю, что на этом можно заканчивать. И если вам понравился подобный формат видео, то пишите в комментариях. Я постараюсь при случае попадания в руки кофеварки с электронным контроллером температуры делать подобные замеры с демонстрацией его работы. А пока всем пока и до встречи в новых видео.